Ну, я думаю, будем начинать. Всем привет. Как себя чувствуете? Еще живые? Есть место для того, чтобы я вам тоже что-то рассказал. Собственно, Рустам Иргалиев, это я. И буду тема моего доклада, где я, Kinefin Framework, практическое применение. Тут немного о себе. Я, во-первых, очень рад, что вижу много знакомых лиц. Мы с вами могли пересекаться на предыдущих конференциях, может быть, и на точке сборки. Это круто. Я бывший аналитик, который выбрал кривую дорожку менеджмента и впоследствии ставший руководителем портфелей проектов, направлений коммерческих проектов в группе компаний деловой линии. Сейчас у меня небольшая консалтинговая компания. А еще я один из организаторов конференции аналитиков в точке сборки и астраханец, моряк, десантник, муж и отец. Да, и спасибо. Эта информация практического смысла не имеет последняя, но она важна для контекста, потому что контекст — это то, о чем я сегодня буду говорить. Вот мой план. По мне он идеальный. Самый простой и самый лучший. Есть проблемы, которые я обозначу, теория, которая нам поможет ее решить, практика, как применить, и мой кейс. В конце дадите обратную связь, помогло, не помогло. В общем, проблема. Она написана, то, что работало ранее, перестает работать. Если проводить прямую аллегорию, то есть ваш опыт, багаж, который вы берете с собой в новые компании, в новые проекты, и он иногда работает вообще классно, положили туда вещи, прокатили, все хорошо. А иногда не работает. Вот иногда это просто брусчатка с большими булыжниками, и вы не покатите там этот чемодан, он там не работает. И вы его стали использовать для того, чтобы перенести свои вещи и закрыть эту задачу. И вам, чтобы пройти по этой брусчатке, вы этот чемодан еще берете в руки, большой, квадратный, и тратите свои силы, помимо того, чтобы нести вещи, еще и этот чемодан нести. И это проблема, про которую я буду говорить. Конечно, вы можете пихать невпихуемое туда, куда не нужно. И если вы упертые и сильные, то, наверное, получится что-нибудь из этого. Но я это не приветствую. Я по поводу того, чтобы быть эффективными и использовать те инструменты, которые подходят. Допустим, нам нужно в дереве сделать отверстие. Для этого подходит долото. Специально О выделил жирным, чтобы правильно сказать. И вы его взяли, дальше нужно по нему чем-то побить. Вы можете использовать как молоток, который, в принципе, предназначен для забивания гвоздей и имеет металлическую голову. Либо взять киянку, которая предназначена для работы с деревом, в том числе и с долотом. В общем, если вы будете молотком бить по долоту, то ручка деревянная просто разобьется. Вот я против этого. А то, чтобы использовать для конкретных кейсов нужные инструменты. Вот в этом нам как раз поможет Kinefin. Можете поднять руку те, кто слышал про модель Kinefin? Круто. Моя статистика где-то такая же. Огонь. Да, я провожу часто собеседование, спрашиваю ребят, слышали? Ну, очень мало кто слышал. Данную модель предложил Дэйв Сноуден. Он был, здесь важен контекст, он был руководителем отдела, который анализировал базу знаний в IBM и анализировал принятые решения там. И на основании своей работы он создал эту методику, которая помогала руководителям выработать управленческую тактику в ситуациях, когда инструменты, ранее работавшие, перестают работать. Да, как раз то, что нам нужно. А, ну еще важно сказать, то, что Kinefin с фалийского языка переводится как среда обитания, то есть данная модель подходит для описания всего того, что нас окружает. Вы можете задаться вопросом, Рус, при чем здесь менеджеры и мы аналитики? Я скажу, ребят, ну как же, есть модель базовых понятий, разговор сам собой наигранный немного, да? Модель базовых понятий бизнес-анализа, BACCM, где один из ключевых элементов контекста, поэтому к аналитикам это имеет прямое отношение. Сама модель выглядит вот таким образом. Здесь пять квадрантов, пять систем. Все, что их связывает между собой, это наличие и очевидность причинно-следственной связи. Тут все просто. В простых они очевидны и понятны, в сложных их достаточно много, и нам тяжело их совместить. Поэтому нужно как-то дополнительно проанализировать. В запутанных они вообще не очевидны, и о том, что они есть, мы узнаем впоследствии. А в хаотичных их нету. Но слава богу, то, что в хаотичной системе долго не живут и впоследствии переходят в какие-то из систем. Фишка Кенефина еще в том, что он подстраивается под вас, под ваши данные. Вы берете данные, ваши элементы контекста, осмысливаете их, смотрите, как вы к ним относитесь, понятны ли вам причины-следственной связи. И если они вам понятны или непонятны, то определяете. И когда вы вот таким образом распределили элементы контекста, вы можете осмыслить, где ваш проект находится, и исходя из этого выбрать соответствующую модель поведения и инструменты. Это важно. Копнем чуть глубже. Я говорил о том, что выбрав систему, мы определяем еще и модель поведения, они здесь описаны, и инструменты. По инструменту будет чуть далее. Простые системы — это мир инструкций, когда причины-следственной связи понятны и очевидны. Нужно собрать стул. Вот есть стул, мы его определили. Мы категоризуем его как мебель. Вот есть инструкция. Пошли собирать. Сложно. Это причины-следственной связи, как я говорил, неочевидны. И нам для того, чтобы с ними справиться, нужен эксперт. Хорошей практикой, вот как понять, к чему можно определить тот или иной элемент контекста, это задаться вопросом. Если все это знают и все это умеют, ну, это простая система. Вот конкретно для вас, в вашем случае. Если вы этого не знаете, не умеете, но у вас есть в доступе специалист, который делал что-то похожее, ну, это сложная система. Еще как пример, это если вы можете что-то взять и использовать в том виде, как оно есть, то это простая система. А если нужно как-то апгрейдить, то это сложная система. В запутанных системах у вас нет понимания причинно-следственных связей. Здесь ситуация, когда очень много больших и малых вещей, влияющих на ситуацию. И этот кейс, когда вы саму ситуацию не можете предвидеть заранее, но можете ее объяснить впоследствии. Потому что впоследствии вы понимаете, а, они вот так-то были, оказывается, связаны. И вы это запомнили. Для того, чтобы мы эти причинно-следственные связи выявили, мы должны попробовать, определили, что у нас происходит, и после этого действуем. В хаотических системах нет причинно-следственных связей. Мы должны действовать с самого начала, видеть отклик, корректироваться и действовать дальше. В какой-то из шагов мы перейдем в одну из этих трех систем. Есть еще беспорядок. Беспорядок — это когда вы не знаете, в какой системе вы находитесь. Вот если вы не задумывались, то вы в беспорядке. И оттуда очень просто выйти. Нужно начать выбрать какую-то систему, двигаться. Вот, допустим, не знаю, у вас... А, ну, пример со мной, да? У меня там есть немного лишнего веса, это очевидно. Я могу пойти выпить какую-то таблетку. Это простая система. Она мне там поможет напрямую. Я могу пойти к фитнес-тренеру, и я привлеку эксперта для решения своей задачи. Он мне поможет. Я могу поменять свою жизнь. скорректировать свои привычки, поменять питание и так далее. И пробовать, что на меня срабатывает, что нет, и это запутанная система. Ну, с хаосом здесь ничего нет, ничего не скажу. Все-таки немного контролирую. Еще что важно, в рамках хаоса, когда мы делаем какие-то действия, у нас со временем повышается контроль. Когда у нас повышается контроль, мы много пробуем, у нас причины-следственные связи становятся более очевидными, и приходит больше понимания. Когда мы все больше и больше понимаем, мы начинаем писать шаблоны стандарта и стандартизируем. Но есть один нюанс. Это динамика. Потому что наши стандарты относятся к какому-то конкретному кейсу, к какому-то конкретному контексту. А когда контекст меняется, то все это летит к чертям, и вы из простой системы сваливаетесь в хаос. Об этом важно помнить. Собственно, как с этим работать? Блок практика, да? Блок теории закончился. Я, кстати, иду чуть быстрее, чем я думал. Блок практика. В общем, вначале нужно выявить, определить ваш контекст. Здесь перечислены несколько инструментов. То, что я сам использую. Там SWOT анализ, PEST, Impact Mapping, контекстная диаграмма. Либо можно просто поговорить. И вы таким образом выявляете элементы контекста. Допустим, элементами контекста будет время выхода на рынок. Долгое, либо близко. То есть, если вам говорят, слушай, а нужно выпустить продукт через два месяца. Как вы к этому относитесь? Это то, что вы всегда делали. Либо у вас есть в команде человек, который способен это сделать, либо вообще никто этого никогда не делал. Причем, одна команда может ответить по одному, другая по другому. Это важно. Отношения в команде. Ну, все окей, либо вообще не общаются между собой. Это важный элемент. Бизнес-модель. Согласованно, не согласованно по развитию продукта. Предметную область. Вы в ней разбираетесь или нет. Сложные задачи. Уровень контроля начальством и прочее. Вы берете. Вот выявили элементы контекста. Тут все понятно, да? То есть, есть инструменты, с помощью которых можно выявить. Вы их выявили. Дальше вы начинаете на них смотреть и задаваться вопросом. Как раз таки, как мы к этому относимся. И распределяете их по этой системе. Если вы сваливаетесь в картинку, когда вот нет времени объяснять и нет ничего делать, ну, это хаос. Вот. Там надо фигачить. Просто сразу брать и делать. По ходу дела поймете, к чему это приведет. Вы определили каждый элемент контекста. У вас создалась некая картинка. Вы ее осмыслили и понимаете, в какой системе находится ваш проект. Исходя из этого, вы выбираете поведение. Модель поведения. Как вариант, можете сделать такую табличку. С помощью нее можете объявить. Там все вся та же самая информация, которая была ранее. Вот на этом слайде. Итак, выбрать модель поведения. Мы уже с вами проговорили о том, что если система простая, то мы определяем и категоризуем. Если система сложная, то мы определяем и анализируем. Если запутанное, пробуем и определяем. После этого действуем в хаотических, мы действуем сразу. И на основании того, какой отклик мы получаем, какой ответ, мы уже думаем, в какой элемент системы переместить. Следующий шаг, когда вы выбрали систему, выбрали модель поведения, вы можете выбрать инструменты. здесь то, как я это вижу, то, как я это использую в своей работе. Этот список не полный, не конечный, вы можете адаптировать под себя. Ну, в общем, я начал даже с цели полагания о том, что для сложных систем это больше постановка цели по смарту, для запутанных это clear, poor. Impact Mapping в целом может подойти и здесь. Методологии проектного управления, Agile, Scrum, XP, прототипы, здесь ROOP, Waterfall, Kanban, V-модель. Дальше элементы, уже артефакты, которые ограничивают сам проект. Vision, Roadmap, Lean Canvas, сложных это устав, план проекта в project, не знаю, зачем написал, ESR, Teo, в простых у нас это будут стандарты, инструкции, чек-листы, статусы какие-то. Дальше уже идет список выявлений требований, работы с самими требованиями. Я это вижу так. С точки зрения хаотических, опять же повторю, вы просто берете и делаете. Не важно, что вы возьмете, вы просто берете и начинаете делать и смотрите, как это получается. нельзя бездействовать в хаотических системах. Вот неважно, какие инструменты вы в хаосе выберете и начнете делать, начинайте делать. Там я расскажу свой кейс, вот как раз оттуда я и буду начинать. Собственно, для того, чтобы закрепить, о чем мы с вами поговорили, тут двое дядек. Дэйф вам говорит о том, что нужно выявить, определить контекст, нужно определить, к какой системе относится ваш контекст, выбрать соответствующую модель поведения. Я вам говорю, ребят, и инструменты тоже выбирайте соответствующие. Собственно, про кейс. Это было года четыре назад. Меня назначили руководителем проекта, который, на проект, который уже шел четыре месяца, там нет результата, через пять месяцев должен быть выпущен MVP. С точки зрения содержания, нет бизнес-модели, содержание постоянно корректируется, бюджет фиксированный на MVP. Я пошел анализировать, какие есть элементы контекста. Время выхода на рынок, пять месяцев, понятно. Отношения в команде. Там было два инвестора и два продукта, и команда тоже была поделена на две части. И это вызывало очень много споров, практически ни о чем нельзя было договориться. Бизнес-модель не согласована. Предметная область понятна, мы в ней разбираемся. Сложные задачи, да в целом тоже понятны. Уровень контроля начальства, ну там просто во все щели, потому что очень важный проект был, и оно все никак и не работает, и проектное управление в компании поставлено под вопрос, ну окей. Масштабируемость о том, что мы эту модель масштабируем дальше по регионам, понятна инфраструктура, сколько запросим, столько выделят, окей. Содержание плавает, ничего здесь нельзя закрепить, все время идут какие-то корректировки, ничего не согласовывают. Качество продукта, понятное дело, что должно быть высокое. Проанализировав эти элементы, вот я туда зашел, выявил их, проанализировал, расставил таким образом и понял, что проект находится в хаосе. Тогда я принял решение о том, что выбираю режим автократия, все решения принимал только я, все коммуникации между командами были только через меня, и это, в таком режиме я пробыл, наверное, три недели, но это помогло мне выявить причинно-следственные связи, которые там есть. И за эти три недели мы с заказчиками согласовали бизнес-модельный MVP, согласовали бизнес-модельный MVP, нам у нас хорошая предметка, мы ее понимаем, позвали соответствующих экспертов, создали ИСФ, смогли оцениться, и у нас есть уроки, есть бюджет, есть понятное содержание в целом, и это классическая сложная система. Тогда у меня вот ранее не было планов, здесь я создал план, мы пошли к классическим группам, план у меня был на полторы тысячи строк, каждая команда знала, что делать, что в итоге привело нас к цели, мы сделали MVP, мы уложились в дедлайн. Конечно же, были сложности с тем, что по ходу дела возникали изменения, и мы откатывались, какие-то задачи в рамках группа тяжело обрабатывать изменения. контроля стало немного меньше, потому что появился план, уже это как-то всех подуспокоило, но содержание немного плавало. Когда мы выпустили MVP, качество и контроль ушел уже совсем, то есть это классический статус речи, стандартные, о них речи не идет, но у нас была бизнес-модель, которая подразумевала, что нам нужно дальше масштабироваться, то есть если раньше у нас масштабируемость была вот здесь в сложных системах, то и срок тоже был здесь, то сейчас масштабируемость содержания и сроки стали важнее. То есть у заказчика была дальше цель, вот мы сделали MVP, окей, я хочу, чтобы мы росли дальше. Тогда снова поменяли методологию управления и инструменты, то есть если здесь у нас были ЧТЗшки, такие, ну, план в проекте, классический ЧТЗ, то здесь мы уже перешли на large scrum of scrum на LS, выделили команды аналитиков, проектировщиков, архитекторов, которые пошли вперед, стали делать user story map, стали писать user story и это нам позволило быть более гибкими к тем изменениям, которые по факту выходили, потому что содержание и те задачи, которые нам нужно было реализовать, вот они были понятны до этапа MVP, а как дальше развивать, не было понятно, было осознание этого контекста и поменяли сам инструмент и поменяли то, что использовали в работе. Собственно, а у меня, да, у меня на этом все. Спасибо, спасибо. Я хотел сказать, то, что, ну, надеюсь, что то, что вы услышали, будет, вы сможете как минимум начать осознавать, типа, а не фигню ли я делаю, там, продолжая вот усиленно куда-то бить, как максимум начнете применять. Вот. И еще один такой момент. Я в своей презентации использовал картинку, это But No, вот есть товарищ такой, Антон Гудым, он мне дал разрешение на использование этой картинки, тоже можно перейти, классная группа. Есть ли вопросы? Подскажите, пожалуйста, на вот этой модели был переход от простой к хаосу через потерю контроля. Можете подробнее вот этот момент описать, какой-нибудь реальный пример, может быть, как происходит это? Наверное, да. То есть, вот первое, что приходит в голову, я сейчас еще обучаюсь в MBA, и там все объясняют военные операции, которые проходят, о том, что, ну, вот она сейчас случилась, и вот все ломается. По сути, есть различные законы, есть даже вот еще один связанный с этим пример. Когда началась эта операция, я находился в Астрахе, не должен был вылетать на следующий день. Она тут началась. То есть, у меня был рейс, за два часа должен был приехать, за 40 минут я должен был выйти, но резко поменялся контекст, и все в хаосе, непонятно, когда я вылечу, когда я вылечу, вообще что дальше, на чем ехать, куда ехать. И это динамика, потому что то, что мы пишем, ну, нельзя верить историю со стандартизацией, и все время вот списывают сюда. Желательно периодически истории со стандартизацией поднимать наверх, вот на этот уровень, для того, чтобы проводить анализ, а вот не поменялось ли там что-то. Рустан, спасибо за доклад. Скажите, вот эта история, она больше про личность, или она может быть в принципе переложена и на управление организацией, на стратегию? Конечно. То есть, если мы откатимся вот на этот слайд, то изначально цель методики Сноудена помочь руководителям выработать управленческую тактику в ситуациях, когда способы привычные не работают. И в том-то и фишка, что у него была большая база знаний IBM, всех их проектов, и то, какие решения и каким последствиям приводили принятые решения. И это уже позволило ему создать вот ту самую модель. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Я хотела спросить про хаотичные системы. Вот вы пришли, у вас хаос, вы его определили, и вы понимаете, что нужно срочно начинать что-то делать. Да. И как в такой ситуации поступать? Вот я выбрал решение, я три недели по нему работал, у меня система упростилась, там перешла из хаотичной в сложную. Может же быть такое, что я пришла, начала что-то делать, у меня ничего не получается. Может быть, там есть какие-то периоды, в которые нужно наценивать. Так это же классно. Это же классно, что не получается. Это означает то, что, ну, наверное, вот здесь я ставлю. Ты пробуешь, у тебя получается некий результат, ты его видишь, через N количество попыток у тебя придет понимание, что ты делаешь не так. Просто, если ты не будешь делать, то ты не придешь к этому пониманию. И если ты что-то пробуешь и не получается, это означает, что осталось еще немного до того момента, когда ты начнешь понимать и твои инструменты начнут работать. Окей, а есть какой-то способ объяснить, что ты что-то делаешь, оно не получается не потому, что ты такой плохой и не умеешь работать, а потому, что у вас, извините, система хаотичная? Ага. А ты можешь и говорить, слушай кому-то. Есть такая модель Kinefin, по ней написано очень много докладов, по ней работает IBM, и я сейчас использую ее в своей работе. И мои ближайшие действия делать вот эти шаги и получать результат. Дальше я пойму, в какую систему перейти. Если ты не понимаешь, о чем я, то иди почитай. Да, спасибо, интересно. Но по факту это классическая система с обратной связью. То есть ты постоянно получаешь обратную связь и дальше корректируешься под нее. Наверное, в чем-то я согласен. Тут момент связан именно с элементами контекста, потому что обратная связь, она тебе в целом позволяет совершенствоваться и делать свою работу лучше. Когда мы говорим про Kinefin и про модели поведений, то тут они разные. Вот они разные. Вот нам здесь не нужно получать обратную связь. У нас есть, не знаю, рейси матрицы. Если ты менеджер, у тебя вот такие-то права и ничего более. Ну, до свидания. Там нам не нужно спрашивать, каково тебе, хорошо от этого или нет. Это вот запутанных можно, там провести какие-то глубинные интервью на эту тему и попробовать вытащить, а какие у нас еще могут быть причины следственной связи. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Очень интересная и немножко необычная тема, то есть нестандартная. Это прям круто. Я хотела спросить про контексты. Вы сказали о том, что мы должны определить контекст, в котором мы находимся, чтобы определить систему. Так вот вопрос. Как понять, что я определила контекст наиболее полно, что потом, когда я начну работать по выбранной мной системе, мне окажется какого-то параметра, который перевернет мой контекст с ног на голову? Спасибо. Хороший вопрос. Есть несколько путей. Первый, самый простой, но поговорить с другими участниками. Ты, разумеется, на базе того, что ты видишь, тех границ, сможешь выявить эти элементы контекста. Поговорить с другими участниками команды. Помимо этого, можешь использовать карту влияния. Оттуда вытащить роли и понять, как хорошо или плохо они влияют. И оттуда попробовать еще вытащить те самые элементы контекста. Если, ну, импакт мэппинг дает достаточно развернутую картинку. Если есть некие сомнения, то используй его. И вероятность того, что ты что-то упустишь, конечно же, остается, но не такая большая. Да, я это поняла. Спасибо. У меня вопрос к качеству. То есть, да, я выделила контексты, но как мне понять, что выделенные мной контексты, они окончательны. То есть, я не про техники спрашивала больше. А не будет никогда такого? Есть еще один нюанс. Динамика. Я об этом говорил. Помните, вот здесь. Твой контекст имеет, вот он сейчас вот такой. Но пройдет какое-то время, и какие-то элементы начнут меняться. и ты с этим ничего не сделаешь. Как раз фишка в том, то, что у тебя, в чем ценность кинефина, в том, что он как фреймворк подстраивается под твои данные. Если ты анализируешь и видишь, что у тебя меняется контекст, то и инструменты тоже было бы хорошо адаптировать под это. Если не будешь адаптировать, то это будет вот это. Ты вот будешь продолжать что-то пихать куда-то. Подскажите, а как вот можете соотнести вот эту методологию с стандартными методологиями в рамках agile, которые реализуются, и с циклом дейминга, когда у нас тоже, соответственно, значит, планирование, что-то мы там пробуем, и, соответственно, также собираем обратную связь. Ну, а по методологии agile, ну, там, не важно, комбан или скрам, соответственно, мы тоже вначале делаем VP и, соответственно, как бы итерационно наращиваем ценность. Вот в каком случае вот надо вот это использовать, да, и в каком случае использовать более стандартные подходы? В моем понимании большинство проектов, которые мы делаем, они в целом понятные. и они в целом понятны, и мы их можем реализовывать, вот используя вот эту методологию. Вот классический руб, waterfall, набегающую волну, все вот отсюда. Но фишка в том, то, что есть та самая динамика, которая меняет эти элементы контекста, и появляется много изменений. И если у нас это происходит, а это дополнительный элемент контекста, то тогда как раз и нам и приходит на помощь agile, позволяющий учитывать эти изменения. С точки зрения, что внутри под agile может быть, ну там дальше, не знаю, тот же самый LES, Nexus, SAVE и прочие фреймворки. Фишка в запутанных системах, то, что это best practice, good practice и какие-то новые практики, которые особо еще не существуют. Вот если ваш кейс связан с тем, что вы создаете вот именно что-то новое и проводите эти самые эксперименты, пробуете, и после этого понимаете, что с этим делать, ну тогда используйте agile. К сожалению, в большинстве случаев это просто насаждается, и даже тогда, когда было бы эффектнее сделать вот классическим группам мой project. Я же руководитель проектов, вот буду защищать его сейчас. Ответил? Хорошо. Здравствуйте. Еще вот такой вопрос. В центре у вас стоит беспорядок? Да. Да. Откуда, точнее, в какую систему мы можем выйти из беспорядка? Я проводил пример в самом начале, то, что беспорядок, это когда мы не понимаем, в какой системе находимся. И нам для того, чтобы из него выйти, нужно начать что-то делать. В зависимости от какой-то модели поведения. Вот в моем случае, если я начну пить таблетки по сжиганию жира, то это простая система. Просто взял таблетку, пей, будешь худеть. Если я пойду в фитнес и заниматься с тренером, то я привлекаю эксперта, который мне с этим поможет. Если я вообще хакаю свою жизнь и правильное питание, меняю привычки, здоровый сон и начинаю это все пробовать на себе измерять, то это запутанная система. С точки зрения хаоса, вам для того, чтобы из него выйти, надо начать действовать. И здесь вам тоже надо начать действовать. А в чем тогда? Между беспорядком и хаосом? Да. Но в хаосе отсутствуют причинно-следственные связи. В беспорядке вы об этом даже не задумываетесь. Допустим. Ребята, есть еще вопросы? Да. Тогда я еще продолжу. Может ли один проект быть сразу в нескольких системах? Да, это как раз мой кейс. Когда вначале был хаос, вообще без плана, просто я начал брать и действовать, и заводить все решения через себя. Дальше перешли на классический групп. Но этапов там как таковых не было. Был конечный срок, конечный, понятный список по содержанию и по бюджету. И после того, как мы достигли точки и сделали версию MVP, то перешли уже на agile, на лес и переобулись. Все равно они были постепенно, правильно? То есть переход одной из другой. То есть одновременное нахождение в разных системах его не было? Одновременно нет. Конечно нет. Может такое быть или нет? Это странный руководитель, который пытается... Проект большой, крупный, то есть там часть в одной системе, часть в другой нет. Такого не допускается? Если мы говорим о каких-то, не знаю, о каком-то проекте на несколько миллиардов, где у нас есть несколько команд, которые каждая сама по себе пилит что-то, что будет конечным результатом, и это каждая команда живет сама по себе, и результат, который она сделает через полгода, через год, в целом может быть. Но это просто организация работ, но не использование сильных качеств. То есть у нас тут с точки зрения менеджмента мы мало что используем. Нет какой-то квинтэссенции от вот этой общей работы. Ну и последний вопрос задам уже, все, больше не буду мучить. На ваш взгляд, какая из систем наиболее эффективная в работе? То есть я так понял, что вы все-таки топите за сложную. В моем эффективной зависимости от кейса, как я уже и говорил, вначале вот это была хаотическая и система автократия, она более была эффективной, потом ROOP и сложные системы, потом уже запутанный ИЛС. В моем понимании люди иногда слишком что-то усложняют и если им помогать к чему-то приходить и согласовывать, то можно многое вот сюда относить, а здесь, конечно же, гораздо проще жить, чем в запутанных системах. Но это просто личный опыт какой-то такой, не серебряная пуля. Так, ну что, ребят, все? А, нет. Простите, пожалуйста, не отпускаем вас. Спасибо огромное за доклад. Очень интересно услышать эволюцию систем. Окей, мы достигли простую систему, проходит время, приходят новые требования, новые интересы, и мы хотим что-то проэкспериментировать. Мы идем через хаотические какие-то сборы информации в запутанные или мы остаемся на каком этапе? Мы переходим в сложные, добавляем требования, чтобы потом обратно уйти в простые и стандартизировать просто по-другому. Как происходит эволюция с течением времени? Динозавры вымрут? Нет? Да, очень, очень хороший вопрос. Если говорить про некую классику, то она вот такая. Там что-то похожее на канбан, да, вот с хаосов запутанные, потом в сложные, потом в простые. То, что если у нас в простых что-то меняется, то я как раз об этом говорил, желательно их поднимать сюда на уровень сложных, потому что в простых системах мы прекрасно все понимаем и мы хотим это стандартизировать. Если мы отсюда вот хотим уйти в запутанные, то это означает, что мы ничего здесь еще не понимаем, а как мы можем это стандартизировать? Ну, это будет немного странно. информация не полная, если мы постоянно будем возвращаться в сложные, да, мы теряем полноту информации, нам сначала нужно исследовать, нам надо идти через запутанные и никак иначе. если говорить, тут опять же, вот у нас есть некий регламент, который действует, вот я сейчас в этом контексте, и у нас в целом все происходит нормально, мы периодически поднимаем его на этот уровень и смотрим, анализируем действия людей по этому регламенту, достигали ли они цели, в течение какого времени, может быть, там нужно что-то поменять. то есть у нас предметка и контекст в целом сохраняются, мы просто выдергиваем новые причинно-следственные связи, которые ранее не учли, а если у нас все поменялось, ну, этот регламент настолько протух, что, как бы, ну, там он уже мхом покрылся каким-то, ну, понятное дело, что там актуализировать, надо копать по новой. Оставляя бесконтрольно, переходим в хаотический, да? А там просто начинаем действовать, там все просто. ослабляемся, да, потом еще. Нет, тут надо фигачить, тут нужно фигачить и получать обратную связь. Там был хороший пример с хаотической системой, вот как лучше понимать, я, к сожалению, не придумал свое, что-то такое оригинальное. Можно сравнить с человеком, который находится в закрытой комнате с выключенным светом. Вот он находится, и для того, чтобы ему куда-то продвинуться, вот он действует на ощупь. Вот он дотронулся до чего-то, ага, стена, дотронулся, ага, стул. То есть действуем и получаем какой-то результат. И уже запоминаем о том, что у нас здесь стул, стена и к чему они нас могут дальше привести. Хорошо. Ребят, все? Да, я просто не хочу, чтобы была такая пауза какая-то непонятная. Если все, то давайте друг другу поаплодируем и расходимся. Нет, подождите, давайте. красавцы. Спасибо. Хороший вопрос, лучший вопрос, который вам больше всего понравился. А я не был готов к этому вопросу. А вот давайте вот девушки в очках. Да-да, вот по левой стороне. Хорошо. Все, всем спасибо, пока, еще увидимся. Пока.